Привет, я Алина Лян и это Газета УЗ. Сегодня, 6 июля, мы находимся в терминале местных авиалиний Ташкентского аэропорта. Здесь пройдет презентация бразильского пассажирского лайнера Embraer, а также состоится тестовый полет. Тур был организован с целью демонстрации воздушного судна всем желающим. Сколько самолетов планируете подать нашей авиакомпании? Что особенно в этих самолетах? Почему их стоит покупать нашим авиакомпаниям? Очень кратко. Это самая модернная, самая технологически развивающаяся авиакомпания, которую построили. А на какие рейсы рассчитан такой самолет? Так, это очень красивая машина, которая позволяет обеспечить очень короткие дороги домашние дороги, полчаса и 45 минуты. И все равно, что занимается очень низким ценам по дороге, но она позволяет обеспечить так далеко, как 5-6 часа и обеспечить большие дороги, которые сегодня operate. А вот сегодняшний самолет. Что в нем есть такого особенного, на что стоит внимание обратить? Ну, начнем с того, что это новейшее поколение самолетов регионального класса от Embraer. Это среднемагистральные самолеты, которые могут использоваться у нас еще и в региональных масштабах. Они имеют свое очень большое преимущество в плане того, что у них обновленная авионика. Они пользуются своими всеми испытанными на первом поколении самолета лучшими сторонами. Помимо этого, дополняют новейшими типами двигателей от Pratt & Wattney. Как мы видели, сейчас там они стоят. И эти двигатели зарекомендовались на сегодняшний момент очень экономичным образом. Они позволяют очень сильно экономить топливо по сравнению с другими типами данного класса. Ну, по сравнению, скажем, со своими конкурентами. И теми же сами Airbus A220, он же Bombardier Series. Ну и, можно сказать, из российских конкурентов кто у нас есть. Ну, сухой Superjet есть, тот же самый. И, как мы видим, здесь это демонстрационный образец. Здесь у нас показаны все типы компоновок, классов и рассадок, которые они предлагают. То есть, от самого плотного варианта до, скажем так, эконом-комфорта, который позволяет в комфорте путешествовать, не тратя больших денег. И в том же самом еще и бизнес-классе представлены свои уникальные сидения с повышенным комфортом. Могу добавить про сидения. Приходилось летать на Embraer предыдущего поколения. Должен сказать, что салон очень комфортен по сравнению со всеми типами, с которыми мне приходилось летать. Будь то Boeing, будь то Airbus, будь то The Heavyland или тот же Superjet. То есть, комфорта значительно-значительно больше, вот именно в плане сидения. Даже на относительно долгие перелеты, там, 4 часа, очень-очень здорово. Несмотря на узкость фюзеляжа, здесь очень сильно продумана именно эргономика в плане удобства для пассажиров разного роста. В этом плане они очень хорошо постарались, и мы это могли видеть сегодня. Создатели компании, они создавали этот самолет, потому что в Бразилии, если посмотреть, Бразилия, она такая, немного горная и такая, лес, ну, лес много такая, да. И машинам и поездам было сложно проезжать и так далее. И они придумали компанию Embraer, которая делала такие, для начала, самолеты мелкого, такие, ну, привейтован, можно сказать. Музыка 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 Музыка